Итак, до какого псалма мы дошли? Вопрос в зал 32-й. Не уверена так, но некоторые точно помнят. Кто помнит, что 32-й? Честно только. Так, Катя, Леша, ну вам положено, вы же все равно выводите на экран, вы уже готовитесь. Я поэтому понимаю, что вы так бодро поднимаете руку. 32-й, я помню, слава Богу, слава Богу, я помню этот. Я помню, что 32-й псалм. Слава Богу, я сегодня с другой Библией на молитве был, поэтому как в первый раз смотрю. Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично словословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтыре. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно с восклицанием. Ибо Слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд. Милости Господней полна земля. Словом Господа сотворены небеса, и Духом уст Его все воинство их. Итак, первое, то, что мы обращаем внимание, кто знает, кто написал этот псалм? Есть у кого-то чисто такое сугубо индивидуальное откровение в отношении этого псалма? Если есть, поднимите свою руку. Ни у кого нету? Давид, да? А что ты взял? У тебя в Библии или ты ночью откровение получил, Сань? Давид написал? 32-й. Слава Богу. Ну, хорошо, будем верить. А какой у тебя перевод? На английский, наверное? Русский? Русский перевод? И Давид написано? А ну, давай, просто интересно, что это за перевод, что написали Давид? Во всех Библиях автор неизвестен? РСТ. Современный перевод. Ну, нигде, ни в одном переводе нету РСТП. Ну, хорошо. Нет, я думаю, что... Ну, в любом случае, это не ключевое такое. Мне просто было интересно, кто-то знает, кто этот псалм написал? Потому что я откровенно, честно, не знаю. Сколько с кем я не стал псалм, никто не знает, кто написал этот псалм. Но, тем не менее, тем не менее, очень хорошо написан. Как мы с вами в одном из служений мы разбирали, что псалмы, что они делают? Научают. Прежде всего, они научают. Почему? Потому что учение, это то, что оно делает, оно нас форматирует, отформатирует. Знаете, вот как компьютер, который работает долгое время, Windows, Windows работает долгое время. И если его не чистить, не форматировать, то, что происходит. У него много разных вирусов, разных проблем появляется, потом компьютер начинает плохо работать. И вот можно провести такую параллель, сравнить с каждым из нас. Мы точно так же нуждаемся в том, чтобы нас отформатировал только кто? Бог через свое слово. Что то, что мы делаем, мы подсоединяемся к нему через его слово, верой. Когда мы не просто читаем это слово, а мы вникаем, мы пытаемся применить это слово к себе. И естественно, то, что мало-помалу, не быстро. Потому что нам временами хочется, чтобы все быстро произошло. Особенно, когда мы желаем какое-то изменение, все быстро. Но Бог, слава Богу, Он не быстрый Бог. В отношении того, чтобы произвести в нас, внутри нашей души, эту работу. То, что Он быстро делает, это Он нас спасает. Как только мы признаем Его своим Господом, все, получил спасение. Но вопрос в том, что потом наша душа, она нуждается в том, чтобы происходило изменение. Чтобы каждый из нас выглядел так, как его желает видеть Бог. Есть ли сегодня в этом зале люди, которые хотят выглядеть так, как желает их видеть Бог? Сегодня кто-то, может, пришел, делал прическу, делал укладку. По одной только причине. Вы хотите кому-то понравиться. Особенно, если вы не замужем, и у вас есть такое желание, чтобы кто-то обратил внимание. Это очень хорошо. В этой церкви мы одобряем следить за собой. Но вопрос в том, что мы как верующие. И вот то, что в нашу жизнь давно прийти, желание выглядеть так, как желает нас видеть Бог. Поэтому без слова никуда не денешься. Поэтому вот псалмы, они очень хорошо, последовательно, вот дошли до 32-го псалма. Если кто-то внимательно слушал, может, делал какие-то пометки у себя, размышлял. После субботней проповеди, может, еще неделю окунался, пытался вникнуть, молился Господь, дай понимание. Потому что когда ты соприкосляешься со Словом Божиим, и ты открыт для того, чтобы оно тебя научало. То, что первое ты начинаешь видеть, это свое несовершенство, отсутствие того стандарта, который Бог желает видеть в твоей жизни. Даже взять вот первый стих. То, что он делает, он нас научает. Он, Бог делает, выравнивает, форматирует. Я вот эту фразу, может, для старшего поколения сложную такую, но для молодых понимают. То, что он делает, он форматирует нас. Мы все родились с испорченной своей натурой, физически. Духовно есть начало. И то, что Бог с этим началом, он пытается вкладывать, 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 вкладывать в нас. И вот первый стих, он звучит так. «Радуйтесь, праведные, о Господе». Что сие значит? Это то, что Бог через Давида, согласно РСТ-перевода, открывает нам и приносит нам понимание. Это то, в чем никто из нас не жил. Мало того, мы редко заходим даже в эту реку радости. Почему? Потому что жизнь наша, она почастую сфокусирована на временных, на земных ценностях. И мы только испытываем радость, когда что-то, мы что-то получили, что-то произошло. Вот тогда мы испытываем какую-то радость физическую. Бог это не аннулирует. Бог, наоборот, нас благословляет, чтобы мы еще больше радовались. Но в жизнь верующего человека, особенно праведного, почему? Потому что если я задам этот вопрос, большинство скажет, «Да, я праведный, во Христе я праведный». «Если вы праведные во Христе, это то, что необходимо делать, радоваться в Господе». Вот точно так же этот стих, он первый. Вот кажется, он первый в этом псалме. И то, что он делает, он настраивает. Почему? Потому что до прихода сюда, каждый из нас, мы были на чем-то сфокусированы. Мы искали какой-то радости, утешения. Я сегодня с молитвы возвращался. И знаете, ты молишься, и вот такое какое-то творческое вдохновение приходит, и ты начинаешь петь. И песня такая, «Не ищи утешения на этой земле». Хотя я люблю природу, я на природе, осень золотая, красиво. Хочется запечатлеть, сфотографировать, оставить какую-то память для себя. А вдруг просто поет, «Не ищи утешения на этой земле». Ты постучал. Ладно, все, не буду петь. Сегодня время для Давида. Итак, первый стих. То, что он делает, он нас настраивает. Если ты праведный, сегодня на это служение пришел, кто-то может гоним какой-то проблемой, кто-то еще чем-то подталкиваем. Потому что не всегда мы движемся посвящением. Замечали, да? Вот, ну, человеки. Не всегда мы движемся посвящением. Что я с молитвенными лидерами в среду встречался, и я немножко как бы коснулся, показал в отношении посвящения. Что сие значит посвящение? Что, в чем выражается верность в какие-то вещи? Я говорю, Бог нас к этому приводит. То есть почему? Потому что посвящение, оно подразумевает, не моя воля, а твоя воля, Господь. И Бог нас потихоньку, не пытаясь, знаете, Он не ломает, как написано, льна там не угасит и трость надломная не поломает. Он аккуратно. Почему? Потому что мы все внутри надломлены. Вот мы пришли к Богу, мы все внутри надломлены. Кто-то признается, говорит, да, Господь, у меня есть внутри проблема. А кто-то долгое время играется в театр, поэтому ему нужен 29-й псалм, 30-й псалм. Он играет первым. Нет, Бог, я, а, а, Бог. Хорошо, давай, я подожду. И ты приходишь к какому-то состоянию, говоришь, да, Господь, да, есть на самом деле проблема, да, мое сердце, оно нуждается в восстановлении, в исцелении, да, есть раны, есть то, что-то, вещи такие. Итак, мы возвращаемся к первому псалму. У кто родился с этим желанием в своем сердце? Вот вы родились, и у вас это желание. Никто. Я 25 лет жил до прихода ко Христу. У меня не было этого желания радоваться о Господе. Я радовался чему угодно. Встретил свою жену, радовался. Еще купил холодильник, радовался. Еще что-то, я радовался. Сын родился, я радовался. Но я не радовался о Господе. И вот когда Бог, когда в мою жизнь пришел, Бог начал меня форматировать, изменять меня внутри. И понимание того, что есть необходимость святым радоваться праведным, радоваться о Господе. Почему? Потому что удел радоваться о Господе, удел, это только праведных людей. То, чему я веду. Поэтому и сегодня, может кто-то катится по накатанной, вот, катится по накатанной своей жизни. Вот, ну, приходишь на служение, и какие-то вещи в твоей жизни происходят. Я хотел привести пример, но я, наверное, этот пример не приведу. Вещи какие-то происходят в твоей жизни до того момента, пока ты не начинаешь соприкасаться со Словом Божиим, и твое сердце не становится открытым к тому, чтобы, Господь, приноси изменения. Я верю, что, как, унылое лицо, унылое лицо — это не удел праведных людей. Удел праведных людей — это радость. Да, радость в Господе. Почему? Потому что наша радость, она черпает источник из Господа. Ты не в состоянии ничего черпнуть, особенно, когда ты в какую-то ситуацию попал. Тебе поставили какой-то серьезный диагноз, и все. И тебе говорят, радуйся. Конечно, я сейчас разогнался, буду радоваться. Чем серьезнее диагноз, тем серьезнее у тебя расстройство, тем серьезнее у тебя страх, тем серьезнее. И когда тебе говорят, эй, не бойся, и ты чувствуешь, ты уже боишься своего страха, боишься, уже все, не то, что ты уже сам себя боишься, не то, что ты за жизнь, а уже ты попадаешь в территорию какого-то мучения. Почему? Почему? Потому что в любой ситуации, в которой бы мы ни оказывались, почему нам необходимо откровение от Господа? Что бы в моей жизни не происходило, мне необходимо откровение от Господа. Почему? Потому что на этом откровении строится моя, что? Вера. И приходит моя радость. Почему? Потому что с этим пониманием приходит ко мне надежда, и ко мне приходит радость. Диагноз. Я понимаю, Господь, вау, в Тебе я имею исцеление. И чем быстрее ты даешь этому опуститься в себе, я понимаю, Господь, я не знаю пути, по которым ты меня проведешь, но я доверяю в то, что я буду исцелен, я буду свидетельствовать, обложат ли меня пластырем, помажут ли мои глаза грязью со слюней, все, что не произойдет, я верю в то, что произойдет со мной чудо. Что это? Это надежда, это радость. Любая ситуация в семье, еще в жизни, это то, что когда мы фокусируемся, и ты понимаешь, радуйся, почему, радоваться Господе? Почему я должен радоваться Его? Почему? Потому что в нем есть надежда для меня. Поэтому радость в Господе, это удел праведный. Грешнику, это не его удел, радоваться Его. Почему? Потому что у него нет отношений с Богом, у него нет Духа Святого, нет Тот, кто может открыть и принести понимание того, что у тебя есть надежда, и то, что ты должен делать, ты должен радоваться. Поэтому первый стих. Кто сегодня пришел с унынием? Вы одели одежду уныния. Послушайте, вы пришли в Дом Божий. Это то, что мы должны себя воспитывать. Послушайте, то, что мы должны воспитывать, это один из первых уроков, которые Бог дал мне Духом Святым понимание. Что когда ты приходишь в Дом Божий, ты не приходишь к человеку. Ты приходишь прежде всего к Господу. Вот почему я уже сколько, много лет со Христом, я до сих пор поклоняюсь и прославляю Господа с закрытыми глазами. Почему? Потому что я не хочу никого видеть. Группа прославления не свидетели. Я никогда, редкая глаза. Почему? Потому что я понимаю, я пришел к Нему. Я здесь, вот здесь, Господь. Мне надо, мне надо тот свет. Мне надо соприкоснуться с Твоим Господством, чтобы Твоя надежда, она пришла в мою жизнь, для того, чтобы я не был как человек, который когда-нибудь дрессировали собак. Голос! И ты там что-то раз ей дал. Голос! Собака полаяла, ты ей что-то даешь, а потом ты езжешь, голос! И на твои руки смотрят. А потом уже со временем как-то оно так притирается, уже это голос. И вот точно так же и верующий. Радуйся! Пой! Не от сердца, а это как на уровне какой-то рефлекции. А я верю в то, что служение Богу, оно должно быть разумным. Вот разумным. Почему и церковное служение таким образом построено? Для того, чтобы вникать в Слово Божье. Чтобы оно научало. Что это не просто так. Мы пришли, какая-то литургия. Спели, хорошо спели, светом посвятили. Я имею в виду, ну вот такой свет. Ой, какой свет! Ой, какой свет! Ой, а как пила группа прославления! Ой, а как музыканты! Ой, такое-такое-такое-такое. Нет, послушай. Нет, послушай. А если даже не будет музыканта? А если не будет даже света? Вот почему каждый из нас, мы должны стремиться к этому пониманию в своей жизни. Позволить Господу. Даже задать этот вопрос. Радуйся, праведный, в Господе. Зачем? Даже это. Почему? Когда? Задать даже такие вопросы. Дай Духу Святому осветить, для того, чтобы у тебя получился плацдарм. Я помню, как-то в какое-то давно время вышел осенью помолиться. И осенью всегда какое-то такое, ну, какое-то депрессивное такое состояние, что солнце не то, как-то так. И ты ходишь, молишься. И вышел в парк дружбы народа. Я смотрю, все неверующие. Такие веселые, радостные. А, так веселятся, радуются. И тут такой праведник. А потом такая мне мысль приходит. прийти к этим людям, которые танцуют, радуются. Ну, каждый, кто с чем, кто под чем-то. И сказать, люди добрые, приходите к нам в церковь. Вы будете точно такой, как я. Ты понимаешь, стоп, что-то не то. Ты не туда. Ты не на того ориентируйся. Ты не позволил Богу тебя отформатировать. Поэтому сегодня я понимаю, где бы я ни оказался. То, о ком мне надо радоваться, о Господе надо радоваться. Почему? Потому что моя жизнь, она под Ним, в Его контроле, в Его руках. Где бы я ни оказался, через шоп я ни брал. Господи, вот, я знаю, что Ты со мной. Вот мы с вами сейчас окапываемся в первой фестивальнике, пятая глава, там, где написано, что Бог будет над каждым работать, индивидуально. И меня это радует. Что Бог не послал там Архангела, Гавриила или еще кого-то там. А Бог сам лично печется о моей судьбе. Я не знаю, как. Вот до конца, почему-то, что я не всегда могу охватить всех. То есть я не всегда, даже жену не всегда могу охватить так, чтобы в каких-то деталях. А я понимаю, я всего лишь навсего человек. Я говорю, я не могу, Господь, сравнивать Тебя сам. Я благодарен за то, что Ты всемогущий, за то, что Ты велик, за то, что Ты всеведущий. И меня всегда удивляет, Господи, как Ты можешь успевать и в Америке, и одновременно и здесь успевать со мной. Как-то меня еще благословать, утешать меня, ободрять и говорить, радуйся всегда в Господе. Халлелуя! Поэтому Павел как с пушки выстрелил. Филиппийцам, по-моему, да? Радуйся. Да? В Господе. Радуйтесь. Всегда. И говорю, всегда? Да, всегда. Даже когда легенькая осенняя депрессия, даже тогда надо радоваться. Почему? Радуй, Господь, спасибо Тебе за то, что Ты сказал, что зима, осень, весна, лето, она не прекратится. О, я благодарен Тебе за то, что пройдет эта зима, и опять будет остров, опять мы начнем летний лагерь, опять будет много солнца, радости, веселья. Слава Богу, будем видеть спасенных, будем видеть освобожденных, будем видеть исцеленных. Радуйся. Радуйся. Я верю, что это как обетование сегодня для нас. Почему? Потому что каждый человек, когда он осознает, и он фокусируется в своем сердце на Господе. Вот фокусируется в своем сердце на Господе. Хочешь, не хочешь, будет рождаться радость. Я верю в то, что христианство – это не религия депрессии. Я вот не верю. Я понимаю, что мы попадаем в уныние, мы попадаем, может, в какое-то расстройство. Мы попадаем. Не без того, потому что если я скажу, что вы не попадаете, я говорю, стоп, стоп, стоп. Но послушайте, когда я зашел в какую-то комнату, я знаю с нее выход. Когда я зашел в какую-то комнату, вот точно так же, когда я попал в какую-то комнату уныния, я знаю, что мне в этой комнате – это не мое постоянное место жительства. Это не мое. Я знаю, куда мне надо убегать и куда мне надо бежать. Я понимаю, человек неправедный, без Христа, он попал в уныние. Ай-ай-ай, живи там. Живи. Живи в своей депрессии. Почему? Потому что это удел греховной натуры. Это наследство. Это то, что ты получаешь. А для меня удел – радость в Господе. Радость в Господе. Поэтому первая церковь, она радовалась. Помните, даже в Евреям, по-моему, написано, когда апостол Павел говорит, вы с радостью приняли расхищение, потому что вы имели понимание, что вас ожидает лучшее на небесах. Это моя интерпретация. Но смысл такой. Они радовались. Так когда, вау, по-человечески, вау, разграбили, вынесли все за то, что ты только верующий, они еще радуются. Я понимаю, знаете почему? Есть что-то внутри. Мало того, не стоит никогда отождествлять себя по одной только причине. Придет время, когда все разнесут, и вот тогда Дух Святой будет с нами тоже работать, и мы будем танцевать. Слава Господу! Пострадали за Христа, ожидает нас лучше. У меня там лучший дом. Не просто где-то на улице там какой-то маленький домик, а где-то что-то лучше меня ожидает на небе. Аминь. Следующий. Правым прилично славословить. Если мы видим, мы видим такую последовательность. Не стоит начинать славословить, пока ты не открылся, для того, чтобы увидеть Господа, чтобы обрадоваться. Вот есть какая-то последовательность. Вначале есть то, что происходит. Вот почему я всегда в последнее время утверждаю. Поклонение и прославление Господу, оно рождается в сердце через откровение, через понимание своего Бога. Если человек к этому не стремится, послушайте, никогда не будет настоящего, истинного поклонения и прославления. Оно будет где-то на уровне рта. А когда оно сердце, послушайте, будет хвала вырываться с этого сердца. Господь, Ты мой великий. Особенно, когда ты попадаешь в собрание праведных людей. Когда ты понимаешь, потому что вот этот момент осознания того, я пришел в церковь, я не пришел к человеку. А я вам хочу сказать, время приходит, когда время помазанников, оно заканчивается. Оно заканчивается. Приходит совсем другое время. Людей, которые будут, я в каком, великих таких звезд. Приходит время, когда Бог будет светить, вот приходить через людей, которые рабы, которые ничего не знают, которые способны быть этим зеркалом, которые пропускают Господа. Чтобы они были не я Господь, а Ты мой Бог. Это то, что происходит. Тут разочарование, разочарование. Бегали за человеком, цеплялись за его одеждой. О, помажь, на тебе тысячу долларов, помолись за меня, чтобы у меня пришел прорыв. И некоторые так говорят, я за тебя помолюсь, если ты дашь тысячу долларов, все леем помазание. Ой, спасибо, спасибо. А блата нету, я бы за пятьсот долларов помолился, чтобы все леем помазание. И сегодня до такого маразма тоже доходят. Почему? Для того, чтобы люди, которые собрались, которые Господь собрал, для того, чтобы они увидели, вам не надо искать человека, вам надо искать Господа. Я не в состоянии вам принести радость. Да, я могу вам рассказать какой-то смешной анекдот, и то некоторые будут смеяться, а кто-то говорит, да, какой-то нудный анекдот, как-то он меня не касается. Ну, послушайте. Да, да, как-то он меня... Ну, есть разные люди и с разным воспитанием, и с разным складом ума. Кто-то реагирует на Василия Чапаева, а кто-то реагирует там на кого-то еще другого. То есть, поэтому мы собрались разбирать Слово Божие для того, чтобы настоящую, истинную радость переживать в своей жизни. Вы готовы сегодня переживать радость? Вот, несмотря даже на то, с чем вы пришли. И как хочется сказать, Бог, проговори через пастора, пусть скажет в мою проблему, пусть назовет мою болезнь. Я вот уже... Послушай, вот сегодня не кричи. Сегодня к Богу таким образом. Сегодня ревнуй, Господь, проговори ты в мою жизнь. Вот, проговори в мою жизнь. Я хочу отсюда выйти измененным. Я хочу испытывать ту радость, которую ты имеешь. Поэтому правым, я понимаю, что правым, каким правильным, потому что это не правый и левый. Левый, правый, правая, правая нога славит, а левая нога придерживается. Нет, правым, правильным, праведникам тоже прилично славословить. Славьте, Господа, на гуслях, пойте ему на десятиструнной псалтыри. У нас сколько струн, Сережка? Шесть, слава Богу, растем. Перспектива есть. И это очень радует. Почему? Потому что ты чувствуешь, в каких-то вещах ты должен стремиться выше и больше. Славьте, Господа, на гуслях, пойте ему на десятиструнной псалтыри. Я верю, что это не отменяется. Есть момент, потому что кто-то скажет, а Иисус с гитарой ходил? Нет, Иисус с гитарой не ходил. Я не знаю, там ничего в Израиле не сказано, что ходил с гитарой. Потому что я в Библии точно не нахожу, мало ли, может, какое-то движение получило откровение через четвертое измерение, что Иисус ходил с гитарой. И будут в этом утверждать. Поэтому я понимаю, что Иисус не ходил. Но вопрос в том, у Иисуса была совсем другая миссия. У Иисуса была совсем другая миссия. Поэтому, если даже сегодня и нету гитары, слава тебе, Господи, за то, что ты есть. Если сегодня есть гитара, пусть даже шестиструнная, слава тебе, Господи, за то, что есть шестиструнная гитара. Слава Господу! пойте ему новую песнь, пойте ему стройно с восклицанием, пойте ему новую песнь, вот здесь я всегда топтался, потому что есть несколько раз эта мысль, она выражается в псалмах и вот я всегда топтался я пришел в какой-то момент к такому заключению, почему, потому что есть вещи которые я пропускал через себя почему, я долго не могу слушать одну песню, то есть вот я долго не могу, вот послушал она как-то меня заводит а потом через время такое впечатление вроде как, знаешь, ты кушаешь хлеб свежий, вкусный, а потом через несколько дней, сухарь особенно современный хлеб не дай бог ты его упустил, он засох ты так взял в руку я не знаю, с чего они его делают и чем его там наполняют, но пряники киевской фабрики какой-то номер, я еще не помню кушать точно нельзя итак, пойте песню новую о чем здесь говорится о чем здесь говорится вот здесь вот очень тонкий такой смысл, знаешь, вот как-то звучит всегда должна быть новая песня и ты подталкиваешь, подталкиваешь надо, чтобы новые какие-то песни были послушайте, здесь нет смысл такой смысл такой, что всякий раз когда ты становишься на поклонение Господу, эта песня, которую ты поешь она должна быть свежая то есть ты должен в нее вложить смысл, ты должен в эту песню вложить самого себя чтобы это не было как Иисус говорит, они чтят меня они поклоняются, но это только на уровне не на уровне сердца мы сегодня призваны поклоняться на уровне нашего сердца на уровне нашего естества на уровне нашего естества нам сегодня не надо поворачиваться в сторону Иерусалима или еще в какую-то сторону или какую-то особую позицию занимать. Или искать какое-то особое место. Да, я в своей жизни тоже переживал в своей жизни какие-то откровения сверхъестественные от Бога. И я всегда меня тянуло в те места. И когда я приходил в эти места, ко мне приходило такое мнение. А что ты тут вообще делаешь? Ну я, а ты мне тогда когда-то... Да, конечно. Когда-то это было. Ну такое же хорошее откровение. Может ты еще раз проваливаешь. И ты походил, походил, походил. Я понял. Ну, пришел по-своему. Почему? Со старым хлебом. Несвежим. Вот почему. Наше поклонение оно не ограничивается местом. Оно не ограничивается временем. Оно не ограничивается каким-то телом. Почему? Потому что как только мы начинаем это ограничивать себя какими-то вещами такими, все это становится шикарным, хорошим таким сухарем, которые нас не особо удовлетворят. Да, есть переживания, да, есть откровения, которые уже стали сухарем. Они для нас как память. Мы вспоминаем. Это как Израиль вышел, там Бог им сказал, положите в ковчег манну, там еще какие-то вещи положите. Пастер Женя скажет, что там лежит. Это ближе к нему. Но вопрос в том, что там манна лежала, ну я понимаю, если через сто лет и он начнет кушать, точно получил бы разочарование. Всегда должно быть свежее. Поэтому написано, не одним хлебом будет сыт человек, но всяким словом, который исходит, все, вопросов нет. Вот поэтому это новая песня. Новая песня. Пойте ему новую песню. Всегда пусть она будет свежая. Пойте ему стройно с восклицанием. И вот здесь, конечно, профессионалы, если будут сидеть, не сказать, о, надо петь. Стройно, красиво. Я когда-то рассказывал одну историю, но времени мало, наверное, не буду, как меня Дух Святой обличил. Или рассказать, что вы скажете? Рассказать. Гости требуют, значит, надо уважить. Когда-то я помню, был ответственный, еще был лидером домашней группы, был ответственный за домашние группы. Вот на Нивках были домашние группы, там вот такой вот пятачок, было домашние группы. И вот в основном женщины такие взрослые, можно сказать, даже бабушки, вот так бабушки были. И вот я пришел на эту домашнюю группу, там у них был молодой парень, молодой, только университет окончил, такой горячий. Вот они собрались, он у них там как вожак, и вот давайте будем прославлять, давайте. А я ж в прославлении пел, наверное, какое-то время, приличное время, пока ноты не заставили учить. И вот давайте, ну, салмы-то знакомые, все там поем. И они давай, как они запели эти бабушки? Ну, каждый в свою сторону. Я понимаю, что они как неотстроенный инструмент. Это туда, это туда, поем все одно и то же самое, но в разные стороны. И у меня, знаете, вот как сара, когда Бог сказал, будет у тебя сын, она внутри. Говорит, ты что смеешься? Нет, я не смеюсь. И вот так у меня точно лицо такое серьезное. А ну, трону, все, ну, так, так залили. Ну, как это так петь? Ну, вот как это так петь? В разные стороны. Ну, как это вообще допустимо? Петь в разные стороны. Это, ну, уже. И Бог мне говорит, послушай, ты смотришь на ихние, как у музыкантов там, на ихние, я, кто-то еще, какой-то фраз. на ихний вокал, не, еще что-то такое, крутится в голове. Ну, ладно, вы поняли. То есть, если кто-то не понял, подойдите, те, кто понимает, о чем я говорю, потому что я же не музыкант. Ты смотришь на ихние голоса, а я смотрю на ихние сердца. И вот здесь акцент, смотрите внимательно, акцент, настроенность, сердца, чтобы сердце было настроено. Можно красиво петь. Ты зайди, есть некоторые места, накатили. И Боже! И ты понимаешь, чарку приняв точно. И стройно так валит. Почему? Потому что у него образование там, консерватория. Он так поет. Послушай, ты заслушаешься. Но вопрос Господа, заслушается ли Господь. Я с того момента, как Бог меня обличил, слава Богу, что это не публично, что это небо не открылось, как Владимир. Потому что достаточно, только когда откровение пришло, я уже покраснел, и такой, тот смех выпал, в какого-то места он просто выпал. Я? Не, 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 я не смеюсь. А ты понимаешь, Бог когда говорит, ты себя не обманешь. И я понял, все, нету, нету, нету. Пусть даже может гармонии нету в единстве как-то петь, но когда есть гармония в духе, когда мы делаем это ради того, кого мы собрались, когда мы понимаем, что мы прославляем Бога. Поэтому слава Богу, когда есть дары, есть таланты, и люди открывают свои сердца и служат в группе прославления, это очень хорошо, это слава Богу. Это очень, потому что, конечно, если кто-то пел, тот, кому ухо, медведь на ухо наступил, конечно, оно было сложно. Ну, но я понимаю, Бог вот делает какие-то вещи, но мы должны понимать, что даже когда мы находимся в зале, и ты говоришь, ну, у меня слуха нету, у меня тоже чего-то много нету, и у твоего соседа тоже чего-то много нету. Вопрос не в том, но у нас есть то, чего нету у кого-то, поэтому мы и тело Христа, поэтому Он нас и собрал. Кто-то в одном способен, кто-то в какой-то другой вещи талантлив, и, слава Богу, когда мы открываемся, когда мы можем послужить, может, я могу только спеть двадцатый псалом, и то только первых три стиха, а потом надо, чтобы выводили на экран, и уже потом дальше подпоединить. И то, я могу в своей мелодии это сделать, то есть без проблем, если есть какие-то традиции, Господь, пастырь мой, то я могу. Но я понимаю, вот почему я люблю место уединения, когда ты уединяешься, и тебя никто не слышит, кроме муравьев там, или, может, птичек, и ты открываешь, и ты поешь, ты поешь, ты поешь это стройно, стройно. Поэтому давайте поднимемся. Аллилуйя. Рекомендую этот псалм прочитать до самого конца. Почему? Потому что дальше открывается еще больше двери, еще больше открывается благословение. Знаете, вот откровенно, когда мы искренне прославляем Бога, следующее, это то, что Бог, Он никогда не приходит с пустыми руками. Вот самое важное, вот для меня очень ценное, это то, что ты начинаешь видеть смысл в том, что ты делаешь. Знаете, как Давид сказал, во свете твоем я вижу свет. Как это так? В твоем свете я вижу свет. Почему? Потому что, когда его свет приходит, ты начинаешь видеть, а это на самом деле, это свет. Вот точно так же и мы. Когда мы начинаем прославлять Бога, то, что когда Бог наполняет наши сердца, мы начинаем видеть в этом смысл. Да, в этом есть благословение. И вот, это дальше, дальше псам, вот смотрите, как открываются двери. Пойте ему, новую песню, пойте ему стройно с восклицанием, четвертый стих, ибо Слово Господнее право, и все дела его верны. Можно всю жизнь вот лбом бить, бить, о да, Слово Божие, это так важно, ой, да, 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 это так важно. Но ты понимаешь, Слово, надо Библию читать, кто из вас знает, что надо читать Библию? Да все практически. Ну, давайте спросим такой вопрос, тупните на голову, кто в течение этой недели хотя бы раз соприкоснулся с Библией в субботу? Я вижу, некоторые стоят, как соляные столбы. Слава Богу, я благодарен за то, что вы искренне и вы праведивы. Ну, вот, но, это то, почему? Потому что вы не видите смысла в самом слове. Почему? Потому что сердце, оно должно соприкоснуться в поклонении с Господом. И вот тогда ты начинаешь видеть смысл свой, да, Господь, твое слово, оно верно. Это не просто какой-то комисс, какую-то шутку, ты пошутил надо мной, что там то, 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 то. Нет, оно верно, оно правдиво. И дальше, когда ты читаешь, открывается могущество Бога, величие Бога, открывается, то есть Бог открывает, Бог показывает. Почему? Потому что я верю, для поклонников есть благословение. Почему Бог ищет истинных поклонников? Никогда не задавались, почему Бог ищет истинных поклонников? Не просто поклонников, а истинных поклонников. Истинных поклонников. Почему? Потому что для истинных поклонников у Бога всегда есть благословение. Для поклонников нет. Почему? Потому что они временами поклоняются для того, чтобы показаться. Вот как я пою, а как я танцую Опять килограмм уже скинула Посмотрите Или еще что-то Почему-то, что, ну, к сожалению Некоторые, ты временами заходишь Есть каналы в ютубе, ты как смотришь Боже мой, прославляют Осталось только встать на 4 и 2 Станцевать и все О, точно Бог пришел Я шучу, конечно Но если кто-то слышит Слушайте, слушайте, слушайте Почему? Потому что кто-то и вас видит Кто-то и вас слышит Поэтому закрываем глаза Отец, мы благодарим тебя За эту возможность, которую ты сегодня даровал Нам собраться здесь Искать твоего лица Ты наш Бог Святый, и мы молим, и мы просим Благослови нас, мы так сегодня в тебе нуждаемся Святый, дыши сегодня Своим духом, прикасайся Ты видишь сегодня те нужды Ты видишь сегодня каждого из нас Мы сегодня пришли обремененно суетой Обремененно другими вещами Но мы прорываемся в своих сердцах Мы желаем сегодня лицезреть Мы желаем сегодня в своем сердцах касаться тебя Ты наш Бог Дай нам сегодня возможность Пережить тебя Дай Господь Вкусить тебя, чтобы наша душа навсегда отяготела от тебя Пусть твой свет он приходит Пусть всякий мрак Пусть все то, что сегодня Отягощает Отделяет нас от тебя Пусть оно уходит Святый, я молю тебя Ты видишь, Господь Приди сегодня в полноте Кого надо обличи В чем надо покаяться Кого надо утешить Тот, кто нуждается в утешении Ты, Господь Ты работаешь над каждым из нас, Господь Поэтому мы благодарим тебя Сам же Бог да осветит Поэтому я сегодня стою на этом обетовании Что Ты будешь нас освящать Своей силой, своей любовью, своей благодатью Во имя Иисуса Аминь Слава Богу